здравствуйте друзья с вами евгения таро и сегодня по многочисленным просьбам я также рассмотрю карту цемень дунзя хиллари клинтон на предмет того каким бы она могла бы быть президентом и опять же не вдаваясь какие-то подробности не будем лезть в какие-то дебри и и судьбы и и души так скажем и так по ее карте рождения бадзи видно что это довольно противоречивая особо противоречивая личность там много внутренних конфликтов и внешних конфликтов тоже у этой женщины есть тем не менее нас с вами сейчас будет интересовать дворец судьбы он находится в секторе который принадлежит стихии земли и в этом секторе у нас врата ранения это не самые лучшие врата скажу я вам потому что эти врата связаны с травматизацией и какими-то конфликтами где возможно ранение причем ранение психологическое ну и физическое в том числе и дама как мы видим по белому тигру и агрессору по духу и звезде довольно агрессивно вы знаете я когда смотрела дебаты мне казалось что хилари клинтон в общем то такая вот хорошая женщина не могла поверить в то что они рассказывает дональд трамп и думала что это просто дональд трамп ну такой эксцентричный экстравагантный неординарный товарищ которому только и дай как облить грязью бедную несчастную женщину но на самом деле судя по ее карте рождения цемень и бадзы большая часть той информации которую глашал дональд трамп во время дебатов соответствует реальности то есть это не такая и белая пушистая леди как мне она казалась на первый взгляд и в данном случае я скорее соглашусь с тем что действительно довольно агрессивная особа которая способна в своих действиях причинить вред причем не только другим людям но и себе в том числе ну как вы понимаете это не очень хорошо также в этом секторе есть янская земля то есть женщина явно не из бедных то есть в ее судьбе всегда будут деньги и деньги ей в отличие от трампа не вредят деньги ей полезны деньги не делают из нее чудовище деньги не делает из нее женщину наглую которая будет вести себя как-то недостойно которая будет деградировать каким-то образом или деньги могут каким-то образом ей повредить этого нет это хорошо но сама женщина видите она в принципе по этим двум показателям белый тигр и агрессор просто может выглядеть достаточно такой вот жесткой и на строгой что ли но и действия у нее такие же и белый тигр в любом случае приведет ее каким-то лидерским позициям само собой и к власти так ну а что касается работы по найму ведь президент это наемная должность и это карьера в данном случае открытие врата открытия у нас в секторе металла земля поддерживает металл в принципе здесь гармоничные отношения между секторами карты в дворцами но дело в том что эта работа за счет собственных ресурсов за счет собственной энергии поэтому человек может на этой работе терять здоровье терять энергию терять время то есть это не совсем полезная для нее работа для ее дворца жизни да не совсем полезно однако здесь довольно красивые дух и звезда это девять небес и звезда сердца это очень положительные такие вот показатели в секторе то есть это мог бы быть в принципе по идее хороший президент да то есть такая хорошая добрая женщина женщина которая для своего народа якобы вот ангел-хранитель и ну прям вот знаете чуть ли не мать родная вполне возможно вполне возможно но проблема в том что несмотря на вот эти положительные показатели даже мы здесь видим инский огонь который является генералом мистиком благородным и очень хорошим тоже показателем здесь есть инская вода которая в столкновении с инским огнем и это не есть хорошо то есть это конфликты и это могут быть конфликты вплоть до того что вот на какой-то сексуальной теме мы с вами знаем да вот эту всю историю с моникой левинский бла-бла-бла то есть не будем сейчас это грязное белье ворошить но так или иначе репутация ее как наемного сотрудника может пострадать из-за конфликтов или скандалов на сексуальные темы вот собственно говоря подтверждается ее карта циминь дунзя вот теми событиями так ну самое важное это то что здесь у нас пустота то есть этот дворец находится в пустоте поэтому ну вряд ли такой человек станет успешным президентом да либо ее успех на этой должности может быть временным и очень сильно зависеть от показателей времени от приходящих тактов удачи от приходящих лет от приходящих месяцов и так далее так далее поэтому да здесь очень нестабильная получается ситуация в принципе как и у дональда трампа да ведь у него там тоже дворец в пустоте то есть он очень сильно зависит от времени от временных показателей так ну и еще что мы хотели с вами здесь посмотреть бизнес наверное да давайте глянем что с бизнесом у этой леди бизнес это там где у нас брата рождения и этот сектор у нас находится в воде в стихии воды вода и земля друг с другом конфликтуют земля контролирует воду но в принципе когда дворец судьбы контролирует бизнес это не так уж и плохо хотя потеря энергии идет колоссальная то есть бизнес этой женщине также не полезен в принципе как даже более не полезен чем работа по найму чем карьера поэтому я бы и конечно не рекомендовала заниматься бизнесом самостоятельно также что мы здесь видим чиновника темного воина и и янский металл но все это указывает на то что да бизнес это не ее тема это не ее стихия в принципе ей в бизнес идти не нужно не стоит этим заниматься а вот карьера для нее несмотря на вот эту пустоту и зависимость от приходящих тактов удачи все-таки лучше поэтому я бы ей рекомендовала наняться на работу строить карьеру может быть быть хорошим чиновником исполнять какие-то государственные обязанности пусть не быть самым главным лидером страны но тем не менее вот работать на правительство почему бы и не для нее это более предпочтительно нежели там что-то как-то самой предпринимать ну вот пожалуй на этом я остановлюсь в трактовке данной карты дальше мы идти не будем потому что это уже отдельные нюансы отдельная история если кому-то будет интересно пишите комментарии ставьте значки в виде лайка что вы поддерживаете дальнейший анализ этой карты или просто вам эта тема была интересна в общем как-то дайте об этом знать ну а пока до свидания до новых встреч встретимся в следующем видеосюжете пока пока если вы хотите получить личную консультацию у евгения таро то вам необходимо зайти на сайт magexpert.org зайти во вкладочку меню услуги или же ликбез для клиентов здесь вы увидите инструкцию довольно подробную о том как заказать консультацию вначале идет краткая информация обо мне кто я что я какое у меня образование какой опыт дальше идет предупреждение о том что все заявки принимаются только на email в социальных сетях заявки не рассматриваются на данное время и далее идет по пунктам пошагово четкая инструкция как составить заявочку вы можете ее написать от себя можете просто заполнить эту форму указав все необходимые данные в конце этой формы вы видите цены и какие расклады сколько времени будет длиться видеоотчет позволят вам сориентироваться в том сколько может стоить ваша консультация дальше идет продолжение инструкции и указание стоимости раскладов более подробно в конце указаны самые удобные и самые актуальные на сегодняшний день способы оплаты для разных стран для России для жителей Украины для жителей Казахстана и для жителей всего остального мира Израиля Германии Европы в целом США и других стран С уважением Ваше Евгение Атару Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok